На протяжении веков белоснежная улыбка была символом здоровья и благополучия. Ничего не поменялось и в наши дни, только вот технологии отбеливания стали безопасными и более эффективными. Что сегодня применяют в современных клиниках, как часто нужно проводить эту процедуру, какие существуют ограничения и противопоказания, на эти и другие часто задаваемые вопросы отвечает врач-парадонтолог высшей категории, серебряный призер Всероссийского чемпионата по эстетической стоматологии 2016 года Анастасия Парфенова. Скажите, пожалуйста, делали ли он когда-нибудь раньше отбеливания? Отбеливание ни разу не делала, но всегда хотела попробовать, потому что есть разные виды, интересно, какой вид именно мне подойдет. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были у стоматолога? Комплекс гигиены я делала последний раз два месяца назад. Скажите, пожалуйста, Елена Юрьевна, с какой частотой вы делаете комплекс гигиены? Ну, стараюсь, конечно, каждые полгода, но бывает и реже. А есть ли у вас при приеме кислой пищи или холодного, горячего повышенная чувствительность зубов? Бывает. Бывает иногда, да? Но это нечасто? Нечасто. Первый шаг на пути к улыбке своей мечты – это осмотр и процедура профессиональной гигиены. Это необходимо для того, чтобы провести отбеливание более качественно и в индивидуальном порядке узнать о показаниях и противопоказаниях. Существуют общие противопоказания, абсолютные и относительные противопоказания. Относительные противопоказания – это факторы, которые временные, они решаются определенным образом, и это значит, что через какое-то время можно будет проводить процедуру отбеливания. К ним относятся беременность и грудное вскармливание, к ним относятся возраст пациента, то есть не рекомендуется делать отбеливание до 18, а в некоторых ситуациях до 20 лет. Затем сюда же относится ортодентическое лечение, затем относятся воспалительные заболевания люсен, то есть этот вопрос решается. То же самое касается повышенной чувствительности зубов – этот вопрос решается. И наличие кариозных полостей, то есть проводится лечение. В случае отбеливания чаще всего оно проводится в 2 этапа, то есть сначала устанавливается временный пломбировочный материал, а затем после процедуры отбеливания уже постоянный пломбировочный материал, для того, чтобы цвет зубов под цветом вировочного материала не отличался. Поскольку манипуляции, связанные с зубами, вряд ли у кого относятся к числу любимых, возникает резонный вопрос, больно ли проводить отбеливание. Чаще всего это процедура безболезненная. Бывает, что развивается у некоторых пациентов чувствительность зубов, но она держится один день. В день отбеливания на второй день она полностью проходит. Если происходит развитие этих симптомов, то доктор делает определенные назначения для того, чтобы снизить эту реакцию и застабилизировать эту ситуацию в полости рта. И, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Участники Всероссийского чемпионата по отбеливанию, в котором Анастасия Пархенова стала серебряным призером, работали с новой системой под названием КЛОКС, где используется специальный гель на основе перекиси водорода, активация которого происходит при попадании световых лучей, излучаемых фотополимерной лампой. В первый день, когда была конференция, в первый день мы систему-то и увидели, собственно, КЛОКС. То есть нам привезли и показали на ней мастер-класс. А на вторые сутки мы уже должны были ее применить на практике. То есть для всех, кто было в новинку, никто из докторов раньше на этой системе не работал. Если касается моего личного опыта, то я делала себе отбеливание, я делала его несколько раз, это были разные системы. В среднем, я думаю, что сейчас я буду придерживаться графика один раз в год, потому что мне тоже нравятся результаты, мне бы хотелось его поддерживать. Я думаю, что в этот раз я попробую именно систему КЛОКС, мне интересно, потому что я пробовала до этого лазерное отбеливание и систему ЗОН. Результаты были очень хорошие, но вот из любопытства я бы хотела новую систему оттестировать на себе. Хоть отбеливание – это чисто эстетическая процедура, но без предварительной подготовки и консультации специалистов в клиниках ее не проводят. Конечно, это занимает определенное время, но и эффективный результат того стоит.